Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы решили провести мини-конференцию с исследователем аномальных явлений, уфологом и физиком, которого зовут Максим. Он будет задавать вопросы представителю Бурхада Раун Тьяну, который является специалистом по энергетическим взаимодействиям с окружающей средой, и я буду отвечать на эти вопросы. Он мне будет говорить, я буду отвечать. От всей души приветствую Раун Тьяна, представителя цивилизации Бурхад из созвездия Лебедя. Общаясь с представителями различных внеземных сил, я периодически слышал о вашей сильной созидательной цивилизации, но никогда не приходилось пересекаться с вами до сего дня. знаю, что вы являетесь одним из основных кураторов земли и принимали непосредственное участие в ликвидации радиационного загрязнения в Чернобыле в 80-х годах прошлого века. Очень приятно общаться с вами. Задавайте вопрос, пожалуйста. Так, Раун Тьян здесь, как я понял, да? Первый вопрос. Сегодня хотелось бы поднять тему магнитных полей. Такая начальная лекция. Хотелось бы услышать ваше определение магнитного поля и вообще магнитных взаимодействий с точки зрения ваших цивилизаций. То, что вы называете магнитным полем, в нашей терминологии называется энергия, одно из видов энергии первого уровня, заложенной в атомах любого вещества. И оно порождается каждой частицей, может быть в самих, может существовать в самом атоме, так и выходить за его пределы в пространстве. Ну вот, вот следующий вопрос. Есть ли материальный носитель у магнитного поля? Какова его размерность и основные характеристики? Материальный носитель магнитного поля Это любой атом любого вещества является носителем, в нашей терминологии является носителем магнитного поля, электричества и других видов энергии всех трех уровней. Характеристики этих атомов различаются в зависимости от вида элемента. Различия между атомами порождаются количеством различных видов энергии и скоростью их колебаний, то, что вы называете вибрациями, в том или ином веществе. А так они состоят из одних и тех же энергий, просто в разных количествах и с разной скоростью вибраций. Тогда такой вопрос. Какова природа магнитного поля с позиции вашей науки? Это энергии первого уровня. Природа магнитного поля — это материальная энергия. Одна из видов материальных энергий. Всего их несколько. Это с позиции нашей науки. То, что вы называете теплом, то есть энергия тепла, электричество, магнетизм, радиоволны, свет. Это энергии, все это виды энергии первого уровня, заложенные в атомах, в позиции нашей науки, которые либо находятся в в них самих, как это происходит с теплом, и вы тогда называете это простым колебанием атомов и молекул, либо выходит за пределы атомов, и тогда вы это называете электромагнитными колебаниями, радиоволнами или светом, в зависимости от спектра частоты вибраций. У вас это привязано к приборам, к измерительным приборам, к возможностям рецепторов вашего тела воспринимать или иные колебания. Тогда такой вопрос. Какова структура магнитного поля? Это похоже на вихрь или что-то иное? Что происходит в пространстве при появлении магнитного поля, при выходе этого вида энергии из вещества, это похоже на мне показывает сейчас образ, как смерч, воронка. Крутится. И причем она какая-то не просто воронка, она какая-то объемная. Как вот водоворот в воде. Вот такой вот мне покажите. Тогда такой вопрос. Как сформировалось магнитное поле Земли? Какова физика процесса? У любого небесного тела, будь то планета, звезда или даже маленькие, с вашей точки зрения, астероид, существует собственное магнитное поле, которое формируется путем взаимодействия тех частиц вещества, которые содержатся либо в атмосфере планеты при ее наличии, либо в ее грунте и взаимодействия тех частиц энергии, света, фотонов и других энергий, которые приходят от звезды, если это говорить про небесные тела, не имеющие собственно термоядерного излучения, то есть про планеты, их спутники и астероиды. У любой звезды магнитное поле формируется несколько другим методом, так как при излучении энергии из нее уже второго уровня, то, что вы называете термоядерной энергией, обязательно выходят и те энергии из веществ, образующих звезду, которые вы называете электромагнетизмом, то есть там будет и свет, и магнитное поле, и электричество, и все остальное, что вы фиксируете. То есть получается у звезд немножко другой процесс формирования, магнитного поля, отличается от поля? Да, так как в них происходит термоядерная реакция. А у планет газовых и ледяных гигантов тоже по-другому немножко происходит? Газовыми гигантами вы называете те планеты Солнечной системы, атмосфера которых состоит в основном из водорода и гелия, да? Ну да, типа Юпитера, например. Процесс формирования магнитного поля на планетах подобного типа в общем и целом не отличается от процесса формирования магнитного поля на остальных планетах, стоят только разницей, что от высокого давления газов внутри, ближе к поверхности планеты, от высокого давления газов может расти температура газа, и от этого могут ну дайте я понял, и от этого могут начать формироваться магнитные поля по тем законам, что и у звезд, но это все будет в очень уменьшенном таком масштабе, потому что там все равно нет собственной термоидной инверции, там только будет ее начало, но у планеты газового гиганта просто не хватит ни массы, ни вещества, ни температуры, чтобы начать термоидную реакцию, хотя какие-то предпосылки к ней могут быть. То есть это получается формирование магнитного поля ближе к планетам более вещественным, как Земля, да? Да, так как то, что вы называете солнечным ветром, это частички энергии, которые от вашей звезды распространяются в пространстве, они доходят не только до Земли или до Марса, они уходят далеко за пределы Солнечной системы и практически не теряют свою энергию, и в том числе приходят и в атмосферы названных вами планет, несмотря на то, что они находятся на большом расстоянии от светила. Поэтому эти частицы взаимодействия с частицами газов, с атомами газов, составляющих эти планеты, они создают уже собственные магнитные поля, так же, как на иных планетах. А элементарная, даже слабая атмосфера есть и на очень маленьких планетах. Понятно. Тогда такой вопрос, есть ли свое магнитное поле у галактик? Если да, то как оно формируется? Как-то по-другому? Магнитное поле галактики это совокупность магнитных полей и всех ее наиболее крупных звезд. Если смотреть со стороны с другой галактики, то мы не сможем измерить магнитное поле каждой звезды или планеты. мы уловим только излучение. Магнитное излучение самых крупных звезд и центра галактики. То, что мы называем энергетическим центром галактики. Это формирует магнитное поле вокруг нее. Конечно же у каждой галактики как у совокупности звезд и планет есть собственное магнитное поле в которые как сегменты входят магнитные поля названных мной объектом. Отлично. Тогда такой вопрос с точки зрения с позиции вашей науки за счет чего происходит приталкивание и отталкивание магнитов? То есть каков механизм возникновения силы приталкивания и отталкивания? В атомах некоторых веществ то что мы называем энергией первого уровня то что мы сейчас назвали магнетизмом могут самопроизвольно покидать эти атомы и воздействовать этим этим выходом могут воздействовать на энергии уже третьего уровня то что мы называем микрогравитацией а вы соответственно называете внутренними ядерными силами удерживающие удерживающими атомы и молекулы на своих местах и придающих плотность материи так вот магнитное поле если оно вышло из атомов вот этих своеобразных элементов оно может воздействовать на микрогравитацию других элементов и за счет этого возникает эффект притяжения уже этого вещества в котором изменилась микрогравитация к веществу излучившему магнитное поле интересно так тогда такой вопрос есть мнение что магнитное поле это как бы ответная реакция материальных тел на гравитационное поле так ли это и связано ли вообще магнитное поле с гравитационным полем в нашей науке принято делить всей энергии материального мира по трем уровням все они естественно связаны между собой и взаимодействуют между собой энергией первого уровня это как я уже говорил тепло свет электромагнетизм радиоволны то что вы называете радиоволн энергия второго уровня это то что вы называете радиоактивным излучением разного вида начиная от жесткого рентгеновского излучения то что вы называете жестким рентгеновским излучением и энергия термоядерного синтеза то что выделяется при при столкновении большой скорости и при высоком давлении атомов различных элементов между собой и энергия третьего уровня это то что вы и называете гравитацией мы мы ее делим на 2 на 2 вида как я уже говорил микро гравитация это то что позволяет предметам которые вы видите и можете ощущать их структуру плотность через рецепторы кожи это как раз то что позволяет предметам не быть газом или в более рассеянном состоянии сохранять структуру веществ что притягивает и атомы друг другу и позволяет молекулам строиться по определенным системам в каждом веществе существует своя то что вы называете молекулярным молекулярной решеткой это определенное строение вещества которое строится по своим законам индивидуальным для каждого вещества и это все проявление микрогравитации и второй вид гравитации мы его называем макрогравитацией это как раз то что позволяет проявляться всем законам механики и кинематики в вашем мире динамики и кинематики в вашем мире то есть это все что вы называете силой движения материи силой притяжения материи центробежной силой и так далее все это проявление макрогравитации это позволяет всем планетам звездам галактикам и даже самым маленьким пылинкам во вселенной иметь свою скорость движения траекторию орбиту и так далее не разлетаться всем в хаосе а держаться и двигаться по определенным законам это то что мы называем макрогравитацией то есть получается все механические явления в природе это как бы следствие этих процессов макрогравитации да отлично тогда такой вопрос есть мнение что все магнитные поля во вселенной начиная от микро уровней заканчивания заканчивая макро уровнем связаны друг с другом за счет магнитных потоков формирующихся в нейтральной зоне между полюсами полей так ли это все магнитные поля любого материального объекта как и гравитационные поля и электрические поля действительно связаны друг с другом по причине того что магнитное поле если одно вещество несколько атомов породили магнитное поле оно вызывает изменения во всех окружающих атомах оно может породить другое магнитное поле например или электромагнитное поле какого-то уровня то есть или наоборот не породить а наоборот замедлить его проявление подавить как мы говорим то есть в нашей модели вселенной все влияет на все то есть получается магнитное поле галактики оно связано даже с магнитным полем магнитиков на какой-то планете магнитные потоки они пересекаются магнитное поле галактики включает себя как сегменты магнитные поля абсолютно всех звезд и планет находящихся в этой галактике вот сейчас вы и не только планета и даже элементов различных магнитное поле определенной планеты включает себя как сегменты получается некая магнитная иерархия магнитное поле определенной планеты включает себя как сегменты магнитные поля более мелких объектов находящихся на ней понятно так тогда вопрос такой есть мнение что скорость магнитного потока на порядке больше скорости света так ли скорость магнитного скорость магнитного потока очень сильно зависит от окружающих энергии от энергии от вещества которые породило это магнитное поле от окружающих энергий но нашему нашим ученым известно что энергии что потоки энергии одного уровня имеют примерно одну и ту же скорость потоки энергии потоки истечения энергии из вещества одного уровня имеют примерно одну и ту же скорость именно поэтому нашим ученым удалось открыть и стало известно что та энергия которая находится на третьем уровне я говорю о гравитации носителем которой является гравитон если его освободить из вещества в котором он содержится имеет гораздо большую скорость чем энергии первого уровня я говорю сейчас о магнетизме о свете о радиоволнах именно на этом принципе основаны наши двигатели на которых мы можем в пределах нескольких десятков минут перемещаться по всей галактике понятно то есть скорость зависит прямо зависит от уровня энергии которую делится да в чем чем глубже в атоме заложено то или на энергии тем большую скорость силу из скорость вибрации она будет иметь при высвобождении все понятно тогда вопрос такой опишите пожалуйста механизм возникновения магнитной индукции с позиции вашей науки в нашей науки нет понятия магнитной индукции у нас есть понятие магнитного поля но я имею виду когда работают когда магнит проносится с проводником в нашей вот науки то в нем образуется электрический ток у вас вас используются и прибора в нашей терминологии это называется не не индукция это называется энергия одного вида первого уровня данном случае магнитный поток магнитная энергия мы говорим даже не поток породила выделение из атома того или иного элемента и выделение второго вида энергии того же самого первого уровня то есть данном случае электрический то есть электричество и магнетизм это энергии разного уровня это энергии первого уровня но они разного вида а почему при воздействии как бы динамическом воздействии магнита на катушку выделя начинает производиться электрический ток то есть какой механизм то что вы называете электрическим током мы называем поток мы называем излучением или потоком энергии первого уровня то что вызвать электричеством мне известно что ваши науки носителем электричества и магнетизм является электрон у нас немножко разделяется нам в нашем языке немножко разделяется электричество и магнитное поле то есть для них для для энергий для частиц энергии магнетизма и частиц энергии электричества у нас в нашем языке существуют разные понятно но у нас здесь отличие как раз мы как бы совокупили эти процессы а с вашей позиции вашей науки почему освобождается вот этот поток энергии при проводнике когда магнитное поле рядом с проводником проходит чем механизм потому что когда магнитное поле воздействует на атомы которые являются носителями всех трех уровней энергии происходит в мы это называем выталкиваем или выбивание энергии то есть в одна энергия поступая вещество она с определенной скоростью плотностью потока и так далее она может выйти с ним она может вытеснить те энергии которые содержались в иществе до до момента воздействия причем это проходит только в движении если мы магнит держим неподвижно ничего не происходит выделение энергии происходит причина того что подобные воздействия происходят в дверном нитеком и даме привет дело в том что при движении этот поток усиливается то что происходит в статичном состоянии энергии выделяются но ваши приборы не улавливают этот поток он недостаточно у них нет у них недостаточно чувствительный а вот как тоже как интересно так хорошо понятно примерно уже понятно тогда следующий вопрос опишите пожалуйста механизм на магничивание с точки зрения ваш как я уже говорила магнитная энергия может поступать в атомы того или иного вещества и выталкивать из него те или иные виды энергии но при этом она может при как остаться в самом веществе так и выйти из него сама вот когда магнитная энергия поступает в то или иное вещество и ее достаточное количество ее достаточный заряд остается в атомах этого вещества то пока этот заряд там остается вещество приобретает свойства которые могут порождать магнитное поле то есть это вещество она все же медленно покидает эта энергия на все же медленно покидает на магниченное вещество и от этого проявлять те эффекты которые вы сейчас назвали то есть это со временем размагничивание происходит покидание энергии вещества до магнитного магнитной энергии в этом веществе становится меньше так тогда такой вопрос влияет ли магнитное поле на изменение частотных характеристик атомов и субатомных структур что вы называете в данном случае частотными характеристиками атомов но то есть на колебания допустим атомов атом уже есть какие-то колебания квантовая механика вы имеете ввиду броуновское движение частиц нет я имею ввиду собственные колебания атомов у нас просто есть такая модель что атомы имеют свои собственные колебания излучение энергии с определенной частотой может быть у вас по-другому этот вопрос если вы имеете ввиду те самые колебания которые при ускорении колебаний растет температура вещества вы это иметь ну это про тепловые колебания ну в частности допустим то можно сказать про тепловые колебания и влияет ли магнитное поле на те же тепловые колебания при большом при большом количестве и интенсивном потоке магнитной энергии возможно изменение скорости колебания скорости вибрации атомов в том или ином веществе сорванных увеличения при этом температуре раз скорость колебания будет увеличена температура вещества будет расти а вот тогда такой вопрос как бы не входящий немножко в машину сегодняшний тоже интересно затронуть час этой теме подошли с позиции вашей науки вот у нас просто есть такая модель что атом имеет собственные колебания и получается внутри атомной структуры возникают стоячие волны когда колебания отражается от одного атома к другому и атомы располагаются в узлах вот такой вот пакета стоячих волк у вас нет такой модели в науке то есть вы не можете подсказать то все что вы сейчас перечислили мы называем это в той терминологии который я вам перечислил не волновые пакеты это проявление все макро гравитации микро гравитации которая держит атом на своем месте но в то же время он колеблется с определенной скоростью всегда разные от зависимости от того какое это вещество и в каком агрегатном состоянии на находит то есть там сама там то есть позиции вашей науки вас также подход что атом имеет собственные колебания и вибрации ведь да и эти вибрации мы называем проявлением энергии первого уровня но той которая не кинула сам атом а понятно то есть эта энергия идет на структуризацию вещества это энергия для поддержания агрегат на состоянии понятно когда такой вопрос но этот уже вопрос задавали но может быть еще кратко ответьте изначальный источник магнитного поля это все-таки атомы или даже субатом изначальный источник магнитного поля это то что мы называем то что он вы и мы называем атом то есть малые частицы вещества мы не делим атом на те структуры которые делите вы те структуры которые вы называете субатомными для нас это разные виды и на энергии а вот как интересно то есть электрон это как бы другой вид энергии до 5 то что вы называете электроном для нас это частица энергии вы называете это одновременно частицам и частицы энергии и радиоволн и электричество и магнитного поля то есть получается с позиции вашей науки у нас получается что элементарные частицы находятся внутри атома а с позиции вашей науки получается что атом просто имеет разные виды энергии да а все понятно так когда такой вопрос магнитное поле привязано ну сейчас просто эту тему можно кратко ответить я уже понял ваше направление как бы науки но все-таки магнитное поле привязано к элементарным частицам которые его создают или к точке пространства которым она существует магнитное поле всегда порождается веществом другое дело что в пространстве могут быть вещества в агрегатном состоянии незаметным для ваших приборов те или иные атомы поэтому если есть магнитное поле либо электрическое поле радио либо радиоволны нужно всегда искать источник само пространство для нас это носитель вещества и энергии понятно тогда такой вопрос атомы различных веществ имеют одинаковые по силе магнитные поля или разные если разные то чего это зависит количество энергии заложенных в атомах того или иного вида атомов которые вы называете элемент элементами количество энергии заложенные в каждом элементе различны это зависит от вида элемента это зависит от опять же от его агрегатного состояния то что вы называете скоростью тепловых колебаний а раз количество энергии различны то и магнитные поля будут различны по силе по структуре по направленности по плотности потока по разных характеристик понятно тогда такой вопрос у нас существует такое интересное явление под названием магнитный хранитель это когда прикладывается друг другу два железных бруска между ними специальный выем помещается проводник на проводник кратковременно подается электрический ток затем проводник мы убираем и два бруска остаются слепленными практически намертво за счет магнитного поля причем они остаются прочно слепленными на долгое время говорят такое состояние может длиться годами опишите механизм это явление этого явления что за силу удержит пустила долгое время с собой когда вы видите не просто проявление магнитного поля который вы можете зафиксировать наличие его своим прибором а когда вы видите изменение притяжение вещах друг другу есть всегда идет речь об изменениях которые произошли в атомах не только на первом уровне но и на третьем то есть вы описанном вами случае или электрик энергия электричества вызвала изменение на более глубоких структурах вещества атома то есть на его на и на его энергии третьего уровня и атомы заняли немного другое положение по отношению друг другу и то есть изменили свое креста кристаллическую решетку и стали по иному друг другу притягиваться то есть в данном случае мы говорим очень коротко энергия первого уровня вызвала выделение части энергии в третьего уровня но из-за гравитационного поля планеты как на которой это происходило энергия не покинула энергия третьего уровня не покинула атомы а просто перераспределила кристаллическую решетку то есть получается вот эта сила которую держит два бруска вместе это внутренняя энергия вещества собственное да да мы так это называем понятно тогда следующий вопрос вот это интересный вопрос а можно ли каким-то образом отталкиваться от магнитного поля планет и на этом принципе создать летательный аппарат который получает тягу за счет притяжения или отталкивания от магнитных полей планет что вы сейчас спрашиваете используется в одном из видов наших двигателей которые мы называем планетарными то есть они используются вблизи планет и именно с их помощью производится перелетой от самой планеты до той точки пространства где возможно включить гравитационный двигатель где этому не помешает гравитационное поле самой планеты что мы создали это это двигатель не понимаем образом сейчас по частям не уток попробуй не знаю этот двигатель состоит из вращающихся в разных плоскостях пластин состоящих из специального сплава в которой входят два главных компонента это телур и палладий которых в которых атом в которых содержатся эти элементы содержит энергии в таких видах и вибрациях которые могут с помощью энергии поступающей из двигателя улавливать магнитно-полевые магнитно-полевые излучения той или иной планеты и создавать собственное магнитное поле либо отталкивающий его от планеты либо либо притягивающий то есть принципиальная возможность есть такая вы используете такие технологии да то есть получается если мы хотим перемещаться в пределах солнечной системы а не куда-то лететь то нам достаточно будет и таких планеты планете ну максимальная скорость которую может развить корабль с массой до 1200 примерно ваших килограммов это вместе со всем содержимым максимальная скорость которая возможно при использовании магнитно-полевых энергий примерно одна восьмая от светового но это неплохо думая вы зная расстояние между планетами можете рассчитать время в пути и понять устроить ли вас именно такой двигатель или нужно будет все-таки делать гравитационные прыжки я имел ввиду по солнечной системе этого вполне достаточно такого механизма переключения чисто по солнечной системы если вы хотите тратить несколько дней пути на ту или иную планету то да достаточно если вы хотите попадать на ту или иную планету несколько минут это тут нужно будет гравитационный двигатель понятно тогда следующий вопрос есть мнение что магнитные силовые линии это эфирные вихревые трубки так лет магнитные поля существуют которые уже вышли из атомов магнитные энергии которые вышли из атомов сформировали магнитное поле они воздействуют на те энергии которые находятся в самом пространстве и это те энергии мы здесь переходим к части которая пока не известно вашей науке в пространстве находится энергии пограничные энергии между материальным миром и той частью мироздания который мы называем и вы называете духовным миром между этими двумя мирами они действительно находятся как рядом друг с другом они пронизывают друг другу как вы говорите параллельны то есть рядом они находятся между ними находится в пространстве самому находится энергия который отделяет материальный мир то есть мир вещества и мир энергии от духовного мира от от его первого самого самого ближайших материального мира уровня которого называем который мы все называем для простоты астрально в вашей терминологии эти энергии обычно вас эфир могут называться в разных системах полями которые порождаются теми частицами которые вы называете лептоны торсионы и так далее это все разные названия одного и того же пространственных энергий отделяющих материальный мир от духовного в нашей терминологии обычно эта энергия называется свободной энергии вакуума то есть почему мы называем именно свободной энергии вакуума переводе на ваш язык потому что мы этим названием подчеркиваем тот факт что она может существовать в абсолютном вакууме когда я говорю в абсолютном я имею ввиду отсутствие в этом пространстве каких-либо веществ или энергии а почему свободны потому что в нашем понимании это эта энергия она не возникает независимо возникает она уже и она есть ее можно с помощью специальных методов воздействия на нее различных самых ее можно оттуда извлечь и использовать не только в электричество в энергии практически любого уровня даже в гравитации понятно то есть идет принцип такой общий для мироздания как бы один тип энергии может всегда трансформировать другой тип энергии да но при сохранении законы сохранения энергии ну понятно да и то есть получается магнитные силовые линии это вот проявление как бы вот этих слоев между тонкоматериальным миром и как бы наш веществ магнитное поле выходя из вещества то есть эти энергии первого уровня которых я говорил магнитное поле выходя из вещества в пространство в абсолютный вакуум она может при достаточно интенсивном потоке и времени воздействие силе излучения она может воздействовать и на те энергии которые вы называете фиром но для этого нужна изоляция вот веществ от веществ и полей материального мира всех кроме воздействующей энергии то есть ну говоря простым языком такие опыты необходимо проводить и вдали от планеты в космосе космическом пространстве где нет гравитационного сильного воздействия иных небесных тел и соответственно горы естественно чтобы было как можно меньше мир звездной пыли и мир звездного то есть получается если у нас магнитная магнитной энергии можем воздействовать на то что мы называем энергия вакуума свободного получается с помощью определенных магнитных взаимодействий грамотно организованных можем извлекать оттуда не только магнитных взаимодействий можно воздействовать и электричеством и разными типами энергии которые называются радиоволнами понятно только надо понимать что делаешь как эти процессы организовывать да нужно понимать условия для создания такого потока и куда его в какое место пространство и как именно его направлять и как изолировать это пространство каким именно видом магнитного поля чтобы энергии чтобы энергия не рассеялась а была пучком направлена в то или иное место пространства нам до этого пока далеко у нас народ цивилизации нет и знаний грамотно воздействия для проведения таких опытов я уже сказал что нужно вот от вашей планеты с вашей массой и гравитационные постоянные удаление от вашей планеты для подобных опытов должно быть ну не менее хотя бы 100 тысяч километров я то не имеем вы имеете ввиду что в пределах планеты невозможно извлекать свободное вам вы просто не сможете изолироваться от гравитационного поля земли она как бы здесь мешающий фактор она задержит свободную энергию свободная энергия она есть и на земле она есть в любом кубическом миллиметре пространство но она там сдержана тем же гравитационным полем понятно то есть получается в космосе это гораздо проще сделать да да это проще делать хорошо тогда такой вопрос можно ли каким-то образом прямо из магнитов извлекать энергию какого уровня ну электричество тоже получать доброс в виде поля ну да в виде электроэлектрического поля которое можно соответственно использовать каких-то бытовых целях сплотировать то вещество которое вы называете магнитом оно содержит в себе и электрическую энергию при воздействии на него различных видов электрической или магнитной энергии возможно возникновение как электрического поля так и магнитного поля чаще всего это будет смешанное поле то что вы называете электромагнитным электромагнитным вы его просто не вы просто не разделяете его а у нас для для названия этих полей и для названия тех самых малых частиц энергии которые самых малых порций энергии которые она образует как я уже говорил раз есть разные слова да 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 я помню так что любое вещество то что вы называете атомами оно содержит в себе все энергии и при определенном воздействии на них можно извлечь каждую из них но всегда будет соблюдаться закон сохранения энергии да так он сохранение энергии он неизменно соблюдается во всей вселенной так как материальном мире это основа для поддержания своего существования просто я так понимаю у нас нашей науки заблуждение то что у нас наука представляет энергию как нечто отдельное от мироздания хотя мироздание постоянно идет трансформация одного вида энергии в другой а мы немножко вот это вот ухлет этого мы не понимаем эти процессы поэтому для нас это сложно дело в том что в нашей науке нет разделения на нет отделения материальные нет в нашем понимании отделения материального мира от того духовного бытия который его порождает да 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 я понял то есть это взаимосвязано все мироздание как все свои пространства да и взаимосвязаны в первую очередь не через энергии различных уровней а через сам дух хорошо тогда такой вопрос по тему не уходить можно ли на основе только лишь постоянных магнитов создать самовращение например ротора двигателя что вы называете постоянным магнитом но имеется ввиду допустим как у нас вот редкий редко земельных элементов сделан какой-нибудь магнитом то есть обычный который имеет два полюса и вот из этих элементов мы создаем какую-нибудь геометрическую конструкцию которая бы сама вращалась в пространстве можно ли такое делать за счет взаимодействия с какими-то полями внешне и прочее любое магнитное поле оно воздействует любое магнитное поле оно воздействует на окружающие атомы и окружающие его энергии в том числе на гравитационное поле я бы я бы знаете даже как переформулировал немножко наверное вы знаете что у нас есть двигатели у вас есть двигатели это когда ротор и статор да вращающийся ротор и как бы неподвижный статор да вот если мы на статоре и роторе размещаем каким-то образом магниты определенной геометрической формой можно ли сделать так чтобы ротор постоянно вращался не останавливаясь взаимодействие между ротом и статором магнитным полем таким образом было чтобы это было безостановочное вращение чтобы было безостановочное вращение нужно постоянное поступление энергии но в любом веществе из которого будет состоять магнит в данном случае который будет источником магнитного поля количество энергии ограничено тем количеством вещества которые в нем содержат то есть это принципиально невозможно в принципе создать только если только если обеспечить приток энергии извне другого уровня или другого вида того же самого уровня а сам по себе магнит получается вот если мы возьмем магнитик обычный из неодима к примеру металл то он получается не обеспечивает приток энергии извне это просто какая-то замкнутая система любой магнит из пуска излучает из себя ту энергию которая содержится в его атом а это внутренней энергии вещества в любом случае да получается да понятно тогда такой вопрос с позиции так это уже мы затрагивали я тогда его пропущу значит может ли медная полусфера при каких-то звуковых вибрациях создавать магнитное поле звуковых то при звуковых то есть если мы допустим ее и начинаем греметь вот допустим создается ли магнитное поле медное то что вы называете звуковыми звуком это колебание газа который вы ощущаете при колебание газа вызывают если они достаточно интенсивные они вызывают движение изменения в атомах веществ вокруг в том числе и металлов это то что вы называете звуковым давлением и при достаточной интенсивности колебаний тех или иных атомов все теоретически возможно высвобождение малой части магнитной энергии хорошо понятно тогда такой вопрос имеет ли шаровая молния свое магнитное поле до тогда следующий вопрос можно ли можно ли магнитными полями оказывать благотворное воздействие на организм человека а также излечивать хронические заболевания тело человека как носитель материального вещества тоже имеет свое электромагнитное поле при воздействии на него внешним магнитным полем изменяется если она достаточно мощная и имеет особые волновые то что вызвать вибрационные характеристики этого магнитного поля проникая в в материю которая составляет ваше тело в его белковой структуры из которых состоят ваши ткани ваши органы она может менять соотношение энергии в этих атомах и естественно это может влиять на обмен веществ в ту или иную сторону ускорять их замедлять влиять на на органы которые выделяют те вещества которые знаете гормонами то есть такое влияние как положительный так и в отрицательную сторону вполне возможно а вообще вот магнитное поле планета она больше влияет в отрицательную сторону любой организм который живет на той или иной планете он изначально эволюционно приспособлен к ее магнитному полю генетически предрасположенность магнитному полю передается из поколения в поколение среди жителей той или иной планеты а если организм этот перемещаем на другую планету временно то он может испытывать плохое самочувствие для этого требуется достаточно длительное время нахождение этого организма на иной планете адаптационные адаптационные возможности физических тел гуманоидов достаточно высокие и успевают практически приспособиться путем изменения внешне секреторной деятельности гормональной и не изменение работ нервной системы успел им удается достаточно быстро и полно приспособлен приспособиться к магнитному полю той или иной планеты хотя и естественно зависимости от количество жизненной силы в том или ином организме от его духа от его нервной системы будет зависеть как он это перенесет то есть куча куча факторов получается тогда такой вопрос возможно ли с помощью магнитных полей корректировать энергетические каналы и меридианы внутри физического тела или а также работы чакр и и и с г и сила в теле человека протекает по особым сетку какую-то показан ну по особым каналу которую вы называете на своем языке эфирным телом это не только это не только электромагнитное поле это совокупность электромагнитных полей всех атомов физического тела и особый вид энергии который получается только у который есть только у живого организма который мы называем жизненной силой вы соответственно называете обычно обычный термин про магнитное поле может повлиять на интенсивность протекания в эфирном теле поток в сторону его увеличение если направить поток интенсивный поток магнитного поля в то или иное место физического тела на которые выходят точки связанные с эфирными каналами но обычно это влияние не на она ненадолго она прекращается в тот момент когда убирается внешне магнитное поле то есть это кратковременная стимуляции можно так сказать а на работу энергетических центров можно воздействовать то что вы называете чакрами то что проявлено физическом уровне это энергетические центры эфирной энергии и то же самое что и с эфирными каналами то есть повысить интенсивность работы чакр то есть их вращение и интенсивности и переработки энергии различных возможно с помощью внешнего или электрического или магнитного поля но опять же это влияние будет кратковременным и постепенно и исчезнет после того как внешнее поле будет убрано понятно хорошо такой вопрос так называемая в нашей терминологии есть научная стенка блоха или нейтральная зона между полюсами магнитов данная зона всегда автоматически формируется в случае если мы создаем магнитное поле либо в постоянных магнитах либо в электромагнитных катушек катушка каков каков механизм формирования с точки зрения вашей науки вот этой нейтральной зоны что там происходит вообще это мы не делим это вещество это тем это материальное тело которое спускает магнитное поле мы не делим на различные зоны а то есть у вас нет понятия северный полюс южный поле нет то есть это по а с вашей позиции это получается некий энергетический замкнутый вихрь просто до веществе как это вид это вихрь если если магнитное поле покинуло пределы просто вещества она может быть распознано нашим прибором как мини если это маленькая магнитное поле как мини вихрь он для нас он не имеет как для вас положительного или отрицательного заряда потому что для нас одна энергия а получается если с нашей точки зрения смотреть у нас вот есть северный южный полюс а с вашей точки зрения получается это вихре просто потоки разнонаправленные да я так понимаю да направлен направлены в разные стороны пространства и это получается эти вихри образуют такую замкнутую систему как эти потоки был если понимать слово замкнутая система она она все равно влияет на другие структуры которые находятся рядом я имел ввиду по структуре получается эти два вихря не соединили каким-то образом они влияют друг на друг а то есть у вас получается между вот этими вихрями нет такого понятия как нейтральная зона нет мы это не такие моменты мы не учитываем то есть они как бы не несут какого-то смысла до серьезного мы считаем их незначащими создание магнитного поля понятно тогда такой вопрос наш земной исследователь физик геннадий николаев предполагал что у магнитов кроме основного магнитного поля есть еще второе магнитное поле которое в разы слабее и проявляет себя только при продольном магнитном взаимодействии так называемое скалярное магнитное поле то есть скалярное магнитное поле якобы максимально проявляется в той зоне и обычные магнитные поля уже взаимоскомпенсированы то есть их совместная сила равна нулю также скалярное поле невозможно зафиксировать якобы с помощью феромагнетиков его можно зафиксировать только с помощью такого же скалярного поля так вот вопрос действительно ли в кроме основного векторного поля магнитного существует еще и скалярное 2 какой-то что есть продольное магнитное взаимодействие имеется ввиду там он проводил эксперименты какие-то но я просто объясню вот своими словами попытаюсь скалярное поле он говорит что проявляется в том моменте когда обычные магнитные поля взаимоскомпенсирован то есть когда мы сложили два магнита вместе том месте где они сложены проявляется якобы второе поле которое не фиксируется нашими приборами никаким образом она тоже обладает магнитным свойствам то есть вы с таким не встречались если она не фиксируется вашими приборами как ваш физик его обнаружил а он он складывал геометрически разные формы магнитные формы и таким образом получается что пока не не сложишь как бы вот этот магнит в к определенной конструкции ты не получишь от этого скалярного поля а если сложишь то получается что уже приталкивание и отталкивание происходит то что ранее как бы не должно происходить по идее в таком случае какое отличие он виден скалярного поля от обычного ну вот он одно из свойств описывать что она в разы как бы слабее чем обычное поле если у него нет приборов его зафиксировать как он мог уловить слабее она или сильнее это его гипотезы такие но вы с таким не сталкивались явлением то что есть некое второе мы не делим дело в том что магнитное поле она имеет в своем составе неоднородности различные их можно назвать и суб полями и скалярным полем на супер магнитным полем мы их просто не разделяем для нас это единое то есть это получается вашем понятии это некое следствие проявления магнитного поля в разных формациях да это неоднородности магнитное поле в гравитационном поле тоже есть свои неоднородности и в зависимости от этого от не разных неоднородности проявляются те или иные эффекты которые можно улавливать да вот именно в это одно из проявлений получается человек поторопился что открыл некое второе дело в том что открыл второе поле я поняла дело в том что можно сделать предположение о том слабее она или сильнее основной но без измерения его приборами нельзя найти подтверждение этому предположению но вот здесь я с вами согласен тогда такой вопрос опишите пожалуйста механизм магнитокалорического эффекта с точки зрения вашей науки когда происходит изменение температуры магнитного материала при воздействии магнитным полем это как раз то самое который эффект о котором я упоминал ранее воздействие магнитной энергии на атомы вызывает выделение в них ускорение их внутренних вибраций то что я назвал теплом соответственно колебания увеличиваются и вырабатывается тепло соответственно колебания увеличивается и вы чувствуете что предмета не чувствуете а вы измеряете что предмет повысил температуру то что вы называете температурой мы называем количеством внутренней энергии первого уровня которая выделилась во внешнюю среду тепло то есть это получается замещение магнитное поле как бы замещает энергии и свободной энергии тепловая начинает выделяться позиции вашей экономики можно сказать так вот это интересно очень хорошо тогда вот такой вопрос можно ли при желании и технических возможностях восстановить магнитное поле марса чтобы она защищала космическая радиация у любой планеты есть свое магнитное поле в том числе у меркурия венеры луны марса земли но у марса есть мнение что она разрушена как как я понял частично то есть оно не такое оно по мощности естественно отличается но это зависит от плотности и состава атмосферы потому что с те части то что вы называете фотонами которые прилетают солнца и сталкивается с с теми частицами которые находятся в атмосфере марса с теми атомами так как плотность атмосферы марса ниже чем на земле то и количество столкновений фотонов с этими атомами меньше и соответственно порождаемое магнитное поле также меньше то есть это фактор атмосферный еще присутствует получается да понятно а вообще если есть техническая возможность и такая мотивация восстановить допустим марс для проживания атмосферу марса все то это возможно сделать да в принципе с технологиями межзвездного союза марс восстановить возможно только для этого требуется заняться тем процессом который на вашем языке называется терраформирование это занимает обычные ресурсы энергетические материальные и ресурс работников занимает довольно значительно в течение какого допустим у срока можно восстановить марс до того же уровня как землю такой же природы с такой же атмосферы это долго займет чтобы восстановить атмосферу чтобы восстановить атмосферу в воссоздать то что вы называете биосферой то есть определенные растения микроорганизмы которые будут в дальнейшем поддерживать эту атмосферу и чуть изменить орбиту для того чтобы не не было такого перепада температур и немного отодвинуть два его спутника которые влияют будут оттягивать на себя атмосферу ну лично я на все это вместе взял дал бы около 300 земных лет не очень долго принципе тогда такой вопрос имеет ли смысл применять сверх сильные магнитные поля космических кораблях для защиты экипажа космической радиации или есть более простые эффективный способ наши специалисты которые работают в космосе в открытом космическом пространстве или на кораблях те которые сами передвигаются в космосе либо занимаются работой с контактерами в том числе с вашей планеты и со многих других которым приходится постоянно находиться в космическом пространстве практически не используют именно магнитные поля для защиты от космической радиации потому что мы считаем что поля созданные энергиями первого уровня не эффективно и очень энергозатратно защищают от энергии второго уровня который является радиацией мы для этого используем специальный прибор который собирает космическую радиацию в специальный то что вызываете аккумулятором и преобразует ее в электричество то есть мы этим достигаем двух целей защищаем свой экипаж вот и контактеров которых мы которые мы показываем различные планеты защищаем от от повреждения радиоактивной энергии и одновременно накапливаем энергию для своих двигателей я кстати слышал уже такой технологии очень интересно получается вы нескольких зайцев убивает нам кажется это наиболее эффективным тогда такой вопрос вот можно ли осуществлять так называемую телепортацию на любые расстояния применяя каким-то образом магнитные поля эффект телепортации он связан не с магнитными полями а как раз вот стоит межпространственной энергии то что вы называете эфиром торсионным полем мы соответственно свободной энергии вакуум как я уже говорил она находится не только в вакууме но и в любом пространстве при определенных условиях и методах ее не извлечения методах на него воздействия на нее она сам она самостоятельно не извлекается в наше пространство но она может плотно материальное тело которое состоит из определенных дело в том что у каждое вещество состоит из определенных энергий в определенных условиях с помощью той же самой свободной энергии вакуума возможно перевести плотно материал вещества плотно материального тела в волновую структуру которая может быть перемещена в приборе на любое расстояние чтобы производить эксперименты такого масштаба и уровня нужно точно понимать что и зачем делаешь иначе возможны негативные последствия для пространства для веществ окружающих есть еще ходит такая информация что раньше на земле были такие телепортационные ворота на другие планеты это тоже были ранее были при какую-то энергию кристаллов накапливали не знаю так лет как-то работают какие-то кристаллы стояли говорят были разные принципы то есть принципов несколько может быть понятно тогда у меня последние два вопроса и наверно это можно заканчивать такой вопрос почему при сильном ударе по магниту он размагничивается что происходит а атомарному потому что когда магнит это если смотреть на атомном на энергетическом уровне это скопление плотно материальных это скопление определенных энергий в плотном материальном состоянии если в нем еще содержится магнитная энергия которая в нем была заложена то что вы называете магнитной энергии он обладает магнитным полем если то что вызываете удар то есть это воздействие иного плотно материального предмета в момент соприкосновения по предмету который ударили проходит ну волна по этому веществу и возможно такое что от этого удара магнитная энергия она просто покинет от механической энергии приложены магнитной энергии покинет то есть получается 5 принцип как бы одна энергия выталкивает другу да интересно когда такой еще вопрос с вашей точки зрения с точки зрения вашей науки почему одни вещества можно намагнить другие нет чем у них разница потому что те вещества которые можно намагнитить содержат в себе те элементы внутренние энергии 1 2 3 уровня которых позволяет накапливать в себе именно магнитная энергия магнитное поле а те вещества с которыми это сделать невозможно они не их внутренней структуры атомов и кристаллических решеток у каждого вида вещества они свои не позволяют этого сделать и некуда просто накапливать магнитную энергию то есть получается вещества разделяются тем что одни вещества могут одни виды энергии накапливать другие как бы различается вот это различие другие там могут но чуть меньше и так далее да получается да все вещества и даже одни и те же вещества но в разных изотопах или агрегатных состояниях могут накапливать и испускать различные виды энергии да это интересный подход